Продолжение следует... ...многими способами. И не во всех странах доступны те или иные способы получения. Но вот для россиян, если бы я зарегистрировалась как россиянка в Google AdSense, мне был бы доступен способ получения через Rapido Online. Этот сервис, где тоже заводится ваш электронный кошелек, может переводить деньги, полученные с Google, переводить на WebMoney кошелек. И мои заключения с Rapido Online тоже длились очень долго. Я зарегистрировала кошелек, один кошелек на российский номер сына, другой кошелек на свой номер, имеется в виду номер мобильного телефона казахстанский. В общем, тот и другой пыталась подтвердить. Там тоже требуется подтверждение путем почтового перевода, денежного почтового перевода, ну, любого перевода, то есть почтовый перевод, он самый дешевый. Сумма не менее 10 рублей. Не помню, 10 или сколько. Но самая низкая стоимость перевода 40 рублей. То есть вам нужно минимум 50 рублей, чтобы сделать этот перевод на свой Rapido Online кошелек. Этот перевод я сделала. Причем там не просто, недостаточно просто сделать перевод, а нужно еще выслать скал этого перевода, перевода, ну, бланка квитанции, квитанции этого перевода и своего документа удостоверяющего личность, номер которого указан в этой квитанции. То же там у меня какое-то возникло затруднение, и, в общем, это подтверждение мое длилось неделю. Наконец-то я подтвердила этот свой кошелек на Rapido, захожу в Google AdSense, и вижу, что там полностью поменялся профиль. Теперь все-все абсолютно перестроилось, и для меня, если до этого было видно, что можно выбрать способ выведения средств через Rapido Online, теперь этого способа нет. В общем, Google AdSense причесал, привел в порядок все, ну, в общем, очередной раз изменил интерфейс, привел все в порядок, упорядочил, унифицировал, и теперь у меня, как для человека, который зарегистрирован, как казахстанец, как гражданин Казахстана, доступен способ только получения чек. И порог у меня стоял по умолчанию минимальный сто долларов. И уже была сумма равная там сто двадцати семи или скольки-то долларам. Уже этот порог был достигнут, то есть чек уже был сформирован, когда я это увидела, и выслан. По моему адресу почтовому, то есть зарегистрированный в Казахстане, то есть чек выслан сюда, в Активис. Я в это время нахожусь в России, работаю, выехать в Казахстан. Теперь у меня возникло опасение, что я теперь и чек этот не смогу получить, так же, как не получила открытку. То есть в Казпочте у меня доверия абсолютно не было. И как-то очередной раз, общаясь с мужем по телефону, я упомянула, что я вообще-то ожидаю чека, но я как-то и даже не надеюсь получить чек. И тут мой муж говорит, а да, тебе что-то какой-то чек приходил. Он не принял это вообще всерьез, он тут же автоматически, увидев какую-то зеленую бумажку, начал рвать этот конверт, ну, видимо, находясь в плохом настроении, расстроены чем-то другим. Так я поняла, что чек пришел, этот способ получения работает, и теперь моя задача обналичить чек, но только после того, как я вернусь в Казахстан. А в Казахстан я вернулась летом, а чек пришел в январе. Вот так. То есть мне в январе все это удалось подтвердить свой адрес. Теперь смотрите, теперь смотрите, что было дальше. Здравствуйте, дорогие друзья. У многих казахстанских интернет-предпринимателей, веб-мастеров и просто людей, которые зарабатывают какие-то деньги на Google AdSense, возникает вопрос, как обналичить деньги, полученные в аккаунте Google AdSense. Я тоже, я пока, я думала, что вопрос об этом меня коснется не скоро, но приехав домой в Актюбинск, где я не была полгода, я увидела чек от Google AdSense, причем вот в таком состоянии. И сейчас я хочу сходить в банк и узнать, каковы мои перспективы получить эту сумму. Я уже прогуглила этот вопрос и получила следующие сведения. Люди получали в двух банках, это Казкоммерцбанк и Сбербанк России, казахстанский его филиал. И как будто бы в Сбербанке условия легче, потому что в Казахстанском банке нужно открывать свой счет и страховать его на 100 долларов. Но если у тебя чек всего лишь на 174 доллара, смысл вкладывать 100 долларов, значит, что деньги ты получишь минимум дней через 40, 50, а то и больше, это неизвестно пока что, нету. И вот сейчас я пойду в банки. Чтобы в Сбербанке России приняли чек, нужны обязательные для любого казахстанца документы. Это удостоверение личности, основной документ гражданина Казахстана. Сейчас схожу в банк и узнаю, что к чему. Смотрите продолжение. Итак, мой поход в банк увенчался неуспехом. Порванный чек в банке не приняли к обналичиванию. И тогда я решила выбрать второй способ, который возможен в Казахстане, международный банковский перевод на счет. Мне пришлось в другом банке открыть долларовый счет. и буквально вчера войдя в профиль Google AdSense я изменила основной способ оплаты на банковский счет. Изменила порог. У меня там стояло тысяча долларов, я изменила на пятьсот, чтобы посмотреть, как пройдет оплата. и вот теперь после пятнадцатого числа жду выплаты. Посмотрим, как пройдет, как получу или не получу и обязательно доложу. Итак, что делать, если Rapid Online в вашей стране не работает? То есть через этот сервис вы не можете вывести деньги из Google AdSense в вашей стране? Ну, во-первых, в своем профиле вы увидите, какие способы вывода средств вам доступны. В Казахстане доступны два способа вывода средств. Чек и международный банковский перевод. Также Google AdSense вам дает рекомендации узнать, какие банки, то есть получить международный банковский перевод вы сможете в банках, которые этот перевод осуществляют, то есть могут, где возможно получение данного вида перевода физическими лицами. Таких банков наверное много, но поскольку у меня уже, я уже имела опыт работы, сотрудничества с Казкомом, с Казкомерцбанком, я туда и пошла. Там мне открыли счет, это делается бесплатно, между прочим, в Сбербанке России России также было бесплатно, но Сбербанк России имеется в виду этот казахстанский банк. Счет мне открыли, дали его реквизиты для получения переводов, эти реквизиты я вбила в свой профиль на Google Этсенс, то есть выбрала способ получения банковский перевод и вбила свои реквизиты и села в ожидании, когда будет когда и как я получу деньги. Теперь поговорим о способе получения денег с Google Этсенс чеком. Если вам не удается обналичить чек, то вы денег не получаете и деньги ваши не пропадут. Если за 6 месяцев деньги не будут обналичены, чек не будет обналичен, то он автоматически аннулируется и деньги возвращаются снова на ваш счет в Google Этсенс. Чтобы ускорить это время, вы должны сами аннулировать чек. Аннулирование чека производится обычным запросом новым запросом на формирование чека. То есть, если вы заново запрашиваете свои деньги, запрашиваете новый чек, то ваш предыдущий чек автоматически аннулируется и деньги возвращаются на счет. Но в моем случае это происходило месяц. То есть, я сделала запрос и через месяц эти деньги поступили. И как только эти деньги поступили, порог указанный мною на Google Этсенс, то есть, порог формирования этой суммы чека или перевода был достигнут и деньги автоматически перешли на счет в банке указанной мною. Отличную новость я увидела только что в почте. От Google мне пришло сообщение, что мне отправляется платеж с Google Этсенс. Зашла сразу же в Google Этсенс, посмотреть, вижу статус, выполняется платеж. В общем, теперь дальше доложу, как долго он будет идти и как скоро я получу эти деньги в руки. Вообще, очень кстати, деньги пойдут на свадьбу, не на Никон, к сожалению. Но будем работать больше, чтобы в следующий раз точно на Никон хватило и как можно скорее. Я имею ввиду фотокамеру Никон 60D, о которой говорят все видеоблогеры. как быстро пришли деньги на счет в банке. Буквально на следующий день мне уже позвонили с банка и сказали, что от вас нужно заявление, чтобы эти деньги были приняты на ваш счет. То есть, они поступают в банк, но вы должны подтвердить, что это вы. То есть, вам необходимо прийти в банк, подать заявление на то, чтобы эти деньги перевели на ваш счет и получить их. Ну, или распорядиться дальше, перевести их там, перебросить на карту как вам угодно. Я получила сразу эти деньги наличными, потому что мне они нужны были срочно. такова моя история взаимоотношений с гугл и ценз, с партнеркой, с получением средств. Желаю всем финансовых успехов, здоровья, счастья, удачи, красоты. успехов во всех делах. Пока-пока. Ваша Айюна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok